Солнечный огонь Пробивал, но не пробил туман И мертвый месяц еле освещает путь И звезды давят нам на грудь не продохнуть И воздух ядовит как ртуть Нельзя свернуть, нельзя шагнуть И не пройти нам этот путь Такой туман Ну что, всем привет Мы сейчас в фетишском заповеднике И сегодня мы с нашей старой компанией Это Димон Я И Кучерявый, блядь Ладно, кроме шуток мы идем в фетишский заповедник Сейчас мы только что зашли в него И уже по его периметру пройдемся И посмотрим, что здесь красиво Ну что, поехали, мой кучерявый Опаньки Шли-шли по дороге, дорога кончилась Можем вот так А там нету дороги Значит, только так На скалы мы хрен заберемся, блядь Нет, по тропинке там должна быть тропинка Думаешь? Думаю Не уверен, но думаю Тогда ты вперед Ну что, погнали Погнали наверх Сейчас мы поднимаемся Хотим подняться в ту гору И там уже выйти на ровную дорогу Давай, давай, проходи Я за тобой Если что, тебя сплавлю Давай, давай, давай Здесь вам не равнина Здесь климат иной И тут лавина одна за одной И здесь за камнепадом ревет камнепад И можно свернуть, обрыв, обогнуть Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа И можно свернуть, обрыв, обогнуть Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа Ну что, поднялись мы каково было вот оттуда подняться приятно ооо высота, блин, 30 метров просто незабываемо естественно, банда ну что, идем мы дальше отдохнули, и вот такой вид нам открывается, мы спускаемся по лесу идем в ту сторону, вот на ту тропинку выйдем и там, смотри, какой красный лес может туда пойдем? это типа вот такие растения да, но только их дохрена вот там, и там скалистые я предлагаю туда пойти вот здесь недалеко от дороги, там похавать там вернуться на дорогу и пойти дальше давай план? план что, погнали? погнали и пусть говорят, да пусть говорят, но нет никто не гибнет зарядок лучше, чем отводки и от простуд ооо Вышли домой на тропинку, колючки, пацаны сзади идут. Сейчас нанем место для привала и там сядем, привольнемся, похаваем. Абет. Вот здесь мы видим село Фитяска. Фитяска. С молдавского Фитяска типа раньше в древности переводилось как типа Лафетти, девушка. Поэтому село Фитяска. Вот там где-то остановимся. Сейчас мы сделаем маленький привал и пообедаем, отдохнем немножко. Прошу вас не утомлять, мы все это перемотаем. Шо, идем дальше наверх. Сейчас наверху там должна быть дорога. Туда и поднимаемся. Здесь красные растения. Знаете, до дороги еще далеко, потому что я сверху смотрел. Идет лесной массив зеленый. Посредине красные растения. А дальше уже дорога. Итан, смотри, какой красный лес. Может туда пойдем? Погнали. Давай, Сереж. Меня подожди. Так, сейчас посмотрим, куда нам идти и идем дальше. А, и мы упадем, как ты говорил по этому. Смотри, все. Видишь? С мы упадем вот так, пойдем. Ну, давай идем туда. Все, погнали. У меня, Дима, к тебе один вопрос. Ты нахер сожнился-то. Все ищут острых ощущений. Но самое важное. Это семья. Твоя семья. Держись за нее. Вижу, тебе это нравится. Осталось меньше суток до самого большого праздника в нашей жизни. Надо бы выпить. Это серьезный повод. Хорошо, я вас понял. Саня, вот скажи честно, у тебя какие планы на будущее? Кроме ходить на работу и встречаться с непонятными девушками. Автомашины куплю с магнитофоном. Пошью костюм с отливом. Или Ялт. Слышь, Димон, пока мы сидим на привале, хотел тебя спросить. Реально, какие у тебя планы на жизнь, на будущее? Не помню. В поезде я с полки упал. Башкой вниз ударился. Тут помню. Тут ничего. Короче, я услышал планы своих попутчиков, своих коллег. И все, что мне приходит в голову, это... Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. Точно. Короче, мы идем вдоль леса. Есть маленький промежуток через лес пройти. И вот я этот промежуток вижу. Сейчас через него нырнем, а там уже будем к 6 часам искать мясо для привала. Потому что это самое важное в этот день. Так как у нас очень много мяса. И мы будем его жарить. Ну, как мы думаем, вот этот кусок леса, который вдоль мы должны пройти, это вот здесь. Идем сейчас так. Сами ты готов? Готов. Одной цепью связанных. Одной целью. Скованных. Одной цепью связанных. Одной целью. Моисей, ты куда? Едино. Не по болоту. Ну что, зашли вглубь леса. Хотели идти вдоль, но зашли вглубь, ладно. Фиг с ним. Идем по тропинке. И нам еще до привала... Саня, сколько до привала нам еще? По времени, сколько? По времени говорю, по времени до перевала нам... 1.54 минуты. 1.54 минуты, значит, нам еще время есть пересечь половину заповедника. Напоминаю, находятся в заповеднике, находятся в фетишском заповеднике. Ладно, мы идем по заповеднику, там уже посмотрим, что почем. Уже вышли в середину, наверное. Су чуть меньше и... блин... Все, пошли в искать привал, 5 минут вот здесь. Для всех, кто знает, что такое потеря. Тем, кто прохавал жизнь с самого низа, всем, кто столкнулся с этой бедой, всем беспризорным душам посвящается. На сердце боль взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, себя уже нету. На сердце боль взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, себя уже нету. Счемит душе тоска, да синий сигаретный дым видается в глаза, как будто слезы, пытаясь выжить. Я помню, как когда-то мы клялись отомстить друг за друга, если что не так, так мои руки в крови. Я помню дни, когда с тобой мы были детьми, два оборванца с улицы из неудачной семьи. Свои мечты хранили под ударами дубинах, мусоров, их ударов. Терялся смысл их слов, не воруй, не кради, умри, посты да умри. Кричали ни нам на ухо, завис нас до крови и сквозь боли слезы, в руке сжимая ломти хлеба. Прошли двоем сквозь детство, не набидя небо. Нас было двое, как два щенка в огромном мире, знали только, как украсть их так, чтобы не посадили. Нас не учили, в карманы деньги не совали, ничем могли лишь... Все строения не понимаем, это время лесника или еще какое-то другое. Хотим посмотреть, что там, вытяну это строение. И если нам там не понравится, мы уйдем оттуда. Если понравится, останемся там, на ночь. Здесь официальное лесничество, походу. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите... Закрыто. Походу здесь никого нет. Ладно, мы стучались, приходили. Ладно, сваливаем тогда отсюда, раз здесь никого нет. Да просто нагнись вот так, смотри. Короче, решили мы не ждать одобрения лесника. Там никого мы не нашли. Какой-то мужик там пахает в поле. И решили найти полянку. Здесь недалеко. Там прибольнулся на ночь. Все. Встретили дуб, которому 180 лет. Даже есть здесь табличка. 180 лет дубу. Поехали дальше. Искать нашу поляну, где мы привольнемся. Вот. Наконец-то мы дошли до этой поляны. Если вы заметили, сейчас вам только что показали, что здесь пипец, как все закрыто. Здесь мы сейчас сделаем привал на ночь. И завтра утром отправимся домой. Что, поехали поработаем? Понеслась. Понеслась. Мне опять выдалась участь делать карканы для шашлыка, для мяса. Сейчас сделаю такую 4 штучки. И замотим костер. Блин. Давай, 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 давай. Ну что, ребята. Вот здесь наш костер сделали. Там палатка. Здесь Саня сообразили палатку. Супер классную. Иди сюда, Саша, посмотрим, как мы ее поставили. Короче. В общем, это палатка на одного человека. Это не палатка, а брезент. С помощью паракорда и пару колышек мы сделали брезент, как палатку. Можно там завалить ветками с той стороны и здесь. И тогда не будет продуваться. Но Саша сказал, что ему пофиг. У него классный... Что у тебя классный? Спальник. Спальник. И ему это не надо. И главное, чтобы дождь был, чтобы не продувал или ветер сильный. Вот, в принципе, вот это выход из ситуации. Кусок паракорда, пару колышек и любой кусок брезента может превратиться в палатку. Вот пример. Замутили за 10 минут. Но сейчас у нас ждет шашлыкос и посиделки возле костра. То, что мы, в принципе, любим, мечтаем и хотели сделать. Отдохнуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы летим на шо-шландос Мы летим на шо-шландос наша посиделка это как типа празднование моего день рождения мне в этом месяце исполнилось 40 лет не буду говорить какой месяц вот на данный момент недавно мне исполнилось 40 лет тело подводит подводит недавно рассмотрелся голыми охренел охренел ну чай мужики член выглядит как ветеран войны с днем рождения всех ребятам 40 все равно 40 лет это сволочь мой кучерявый друг это подтвердил значит так оно и есть ну что у нас в принципе привал уже готов сейчас будет темнеть через полчаса уже будет очень темно и мы разожгли костер мы приготовили мясо мы расставили палатки мы приготовили дрова не буду вас утомлять своими посиделками то есть нашими посиделками у костра где мы кушаем пьем там не знаю что делаем а просто завтра утром встретимся и продолжим наш путь по заповеднику фитешки подписывайтесь на наш канал подписывайтесь на канал алексея подписывайся на канал подписывайтесь на наш канал Доброе утро, ночевал отлично, чуть продувалось, темпнул. Надо было послушать опытных ребят и закрыть один вход ветками, но, как говорится, все мы учимся на своих ошибках. А что ты это делаешь? Разогреваем тушенку. Тушенку? Ты вот с утра жирную, сука, тушенку жрешь? Иди мясо. С утра. Как хочется с утра выпить чашечку ароматного тушеного жира, сука. Что имеем, то имеем. Ну давай, давай. Все готовы? Да. Погнали. Выходим на дорогу, идем в обратное место, откуда мы начинали. Обратно, туда же. Блин. Кто помнит, где дорога? На распутье дорог. На лево поедем. Два, три. Лебеса на коне, на осеннем параде, Месят тесто из тех, кто представлен к награде, А по ящику врут о войне. Я живу на весах, в это качество года. Моя песня, конечно, дождливого рода, Моя песня не спета и не одета. Моя песня, ответ, письмам Анны и Лизы, Брызги ветра висят, на промокших карнизах Собрала я песня, весна не спета. Ходите в походы, не оставляйте после себя мусора И уважайте друзей. Всем пока. Женатик, скажи пока. Пока.